Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова По словам Андрея Костина, ВТБ заинтересован в крупных инвестиционных проектах компании Башкортостана. Вот он отметил, что несмотря на ограничения, экономику и промышленность нужно развивать. Особое внимание к топливно-энергетической отрасли и производству удобрений. Мы действительно очень высоко ценим вашу личную роль и роль вашего правительства во взаимодействии с банком. И у нас не на что абсолютно пожаловаться. И даже каких-то особых таких избыточных пожеланий у нас нет. Я знаю, что все планы, которые мы здесь строили, они у нас сбываются. Банк прочно занимает второе место по всем видам бизнеса. Но вы, наверное, правильно отметили то, что именно в области крупных инвестиционных проектов, в том числе инфраструктуры, банк ВТБ занимает, безусловно, лидирующие позиции. Напомню, весной этого года в Башкортостане завершилось строительство восточного выезда. Стоимость строительно-монтажных работ составила свыше 40 миллиардов рублей. Из них 4,5 миллиарда – это средства Башкортостана, почти 27 миллиардов – федеральные. И более 9 миллиардов – консессионера, который заключил договор синдицированного кредита с ВЭБ-РФ и ВТБ. Компания «Башнефть» вновь подняла цены на все виды бензина. Это первая индексация в октябре. Подорожание составило в зависимости от марки от 10 до 50 копеек. Так, стоимость АИ-100 на автозаправках выросла на 50 копеек до 79 рублей 25 копеек за литр. Цены на АИ-95 и АИ-95 Евро-6 увеличились на 10 копеек до 53-30. Настолько же изменилась стоимость бензина АТОМ-95 и АТОМ-95 Евро-6 до 56 рублей 35 копеек. АТОМ-92 и АИ-92 подорожали на 15 копеек. Цена дистоплива не изменилась. Отмечу, в сентябре «Башнефть» индексировала цены на топливо трижды. По словам экспертов, на динамику повлиял, помимо прочего, сезонный фактор. Времен, как мы говорим, на логистических операторов, которые используют тюрьм поток. Все это безусловно влияет на некоторое повышение стоимости бензина. Кроме того, нельзя забывать о факторе инфляции. Те товары, которые у нас есть в стране, и бензин не является исключением. Вместе с тем, на уровне государства принимается ряд эффективных мер, которые позволяют не допустить в руках цен на бензин. И, собственно говоря, я его именно таким и оцениваю. Я не предвижу взрывного роста цен на бензин и дизельное топливо до конца года. По последним данным Башстата в республике в августе, по сравнению с началом года, средняя стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 5,6%. АИ-95 на 5,8%. Стоимость дизельного топлива увеличилась почти на 4,5%, а газа на 7,5%. К слову, инфляция в августе в годовом выражении в республике составила чуть более 5%. Дождливое лето нанесло аграриям Башкортостана ущерб на 3 миллиарда рублей. От переувлажнения почвы пострадало порядка 450 тысяч гектаров в 373 хозяйствах. Гибель посевов зафиксировали на 180 тысячах гектаров, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера главы Минсельхоза Ильшат Фазрахманов. Он подчеркнул, что в этом году хозяйства застраховали порядка 20% посевных площадей. Некоторые уже получили выплаты в размере 76 миллионов. По прогнозам в этом сезоне в республике соберут чуть более 3 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. На сегодня уборкой охватили 1,5 миллиона гектаров. Намолочено 2 миллиона 960 тысяч тонн зерна при средней урожайности в 22 центнера с гектара. Более 100 тысяч тонн зерна намолотили в 8 районов. Несомненный лидер сегодня Стритомахский район около 200 тысяч тонн. Более 30 центнеров зерна с одного гектара получено в хозяйствах Кормоскалинского, Стритомахского, Чекмагушевского и Аургазинского районов. На сегодня остается около 120 тысяч гектаров зерновых. Это в основном районы за Уралия, а также поздние культуры, такие как кукуруза на зерно, гречиха и проса. Также аграрии активно убирают с полей лен, рапс, горчицу, сою и подсолнечник. Обмолочено порядка 27% площадей. Собрать удалось 192 тысячи тонн масла семян. Также убрано более половины площадей сахарной свеклы. Накопано почти 1,5 миллиона тонн корнеплодов. 8 миллиардов 300 миллионов рублей инвестирует мелиузовское предприятие «Союзпромптица» в увеличение объемов производства мяса индейки. О планах на ближайшие 2-3 года рассказал директор компании Андрей Ковалев на заседании правительства республики. На сегодня у предприятия порядка 760 голов, на производстве задействованы 1200 человек. 97% готовой продукции предприятие поставляет на внутренний рынок страны. Остальное идет на экспорт в Казахстан, Азербайджан, Армению, Конго, Бенин и Габон. В ближайших планах освоение рынков Китая и Вьетнама. По итогам 2024 года объем выпуска мяса индейки превысит 36 тысяч тонн. Выручка ожидается в размере 7 миллиардов рублей. Сейчас мы строим 9 птичников для посадки индейки в 2025 году. В этих птичниках разместится более 100 тысяч голов индейки дополнительно. В дальнейших планах до 2027 года запланировано строительство еще 42 птичников, что позволит удвоить объем производства с 36 тысяч тонн, кратно до 72 тысяч тонн в 2027 году. Кроме того, для увеличения производства мяса индейки в Мелиузовском районе планируется строительство современного элеватора, рассчитанного на хранение 25 тысяч тонн зерна. Также запланировано строительство складов для хранения сырья и реконструкция завода, что позволит увеличить производство готовых кормов до 180 тысяч тонн в 2025 году. Вопросы финансового суверенитета обсудили на полях научно-практической конференции «Россия. Формирующемся в многополярном мире. Осмысление будущего». Мероприятие международного уровня состоялось в Конгресс-холле Таратау в Уфе. В ходе дискуссии участники конференции отметили, что в условиях высокой ключевой ставки финансовые учреждения должны поддерживать промышленность. Были рассмотрены продукты, например, факторинг, а также услуги банков. Обсуждались перспективы создания финансовых промышленных групп, когда крупные банки помогают предприятиям и целым отраслям, испытывающим временные или системные трудности. Мы сегодня находимся в регионе Башкортостана. Я бы назвал его регионом реального сектора, где сосредоточены все виды производства. Ресурсные отрасли, базовые предприятия, машиностроительный комплекс, беспилотные летательные аппараты, робототехника, современные, скажем так, системы, которые объединяются в особой экономической зоне. Все это есть. И уникальный, скажем так, природный ландшафт, и логистическая особенность Башкортостана как центра Евразии. Все это делает возможность Башкортостану сделать тоже большой технологический и промышленный раок. Башкортостан является одной из ведущих интеграционных площадок в процессе формирования многополярности, подчеркнул исполняющий обязанности главы Кабмина Андрей Назаров, выступая на пленарном заседании. Это обусловлено как историческими предпосылками, так и географическим положением республики, находящейся на стыке Европы и Азии. На поворот в сторону глобального юга нацелены и крупные проекты, которые уже реализуются, либо планируются. В частности, Башкортостан выступает пилотным регионом по внедрению партнерского финансирования, вносит вклад в создание новой мировой логистики. Мы сейчас начинаем строить железную дорогу, которая Сибай-Подол-Новорудная. Это, по сути, создает еще одну железнодорожную ветку в направлении Казахстана на Китай. Во-первых, укорачивая путь на 250 километров, что, в общем-то, существенно для перевозки грузов. А во-вторых, делают еще альтернативную ветку перегруженному железнодорожному углу Челябинскому, который сегодня является единственной железнодорожной веткой в том направлении. Также в Агиделе, город Агидель, планируем приступить уже к развитию порта Агидель, который дает возможность выход на пять морей. Ну и таким образом, понятно, используем эту логистику для того, чтобы можно было сотрудничать с этими странами. Ну, это и Иран, и Индия, и Китай. В конференции приняли участие представители органов госвласти, международных организаций, общественных объединений, научного, делового и экспертного сообщества. В рамках секции обсуждались вопросы достижения национальных целей, развития России до 2030 года, формирование новой многополярной системы международных отношений, обеспечение равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития. Завтра на повестку также вынесут вопрос использования технологий искусственного интеллекта в ключевых отраслях. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РВК.